Мошенники продолжают вводить в заблуждение жителей нашего города и выманивать у них деньги. Так, 5 февраля женщина 1965 года рождения поддалась на уловки злоумышленника и лишилась денежных средств в размере 59 тысяч рублей. Схема распространенная. Жительница разместила в интернете на сайте объявления о сдаче в наем квартиры. И вместо того, чтобы получить хоть какой-то доход, продиктовала потенциальному съемщику данные карты и пароли, приходящие ей на телефон. Преступники полностью обнулили счет, не оставив ни копейки. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Еще один популярный у злоумышленников способ выманивать деньги через интернет – объявление о продаже или покупке товаров. Специалист по связям со общественностью Межведомственного управления МВД России по Новоуральскому городскому округу Юлия Заикина рассказала о конкретном случае, в отношении которого ведется расследование. То, что касается размещения объявления на сайтах купли-продажи, это несколько дней назад, буквально дня, наверное, три назад, поступило сообщение. Мужчина молодой, решил приобрести автомобиль, рассмотрел объявления, одно из них его заинтересовало, он созвонился с потенциальным продавцом, сказал, что вот мне заинтересовало ваше транспортное средство, я хотел бы его приобрести, но возможно ли такой вариант, что вот я вам отдаю свой автомобиль и разницу доплачиваю деньгами. Тот человек на конце провода сказал, что да, такой вариант возможен, вроде как, перечисляйте задаток, когда передача транспортных средств мы с вами обменяемся, значит, оставшаяся часть денег к вами передается и все. Человек перечисляет 95 тысяч легко, потом, значит, связь прекращается с этим продавцом, так скажем, и уже человек понимает, что он обманут, связь никак восстановить не может, денежки ушли. Таким образом, он понимает, что он обманут, он обращается за помощью уже в правоохранительные органы. Не далее, как вчера, обратилась женщина с подобным заявлением, что она разместила объявления на сайте частных объявлений о продаже товара, вещи. Им позвонили, быстро очень позвонили, был оставлен контактный номер телефона, сказали, что очень заинтересовал товар, хотели бы его приобрести и попросили указать, продиктовать номер карты. В принципе, этого достаточно, чтобы вам зачислили денежные средства, как это каждый понимает. Но в процессе разговора, так как телефон был указан молодой девушке несовершеннолетней, она, видимо, в силу своего молодого возраста еще не знакома с такими фактами обмана, и очень доверчиво назвала не только номер карты, но в процессе разговора ее расположили и убедили в том, что необходимо продиктовать и код, и пароли разовые, которые приходят, и поинтересовались, к какому номеру телефона подвязана банковская карта. Таким образом, произошло списание денежных средств с карты, которую она продиктовала. В общей сложности это 132 тысячи рублей. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников. Мария Антонова, Дмитрий Орлов, Новоуральская вещательная компания.